С 1 мая в нашей области введен новый тариф на электроэнергию. Теперь единая цена для населения составляет 26,4 тенге за киловатт-час. Однако, как отметили специалисты, бытовому потребителю предоставляют льготные 70 киловатт, а некоторые слои населения и вовсе могут рассчитывать на помощь государства. Что стало причиной повышения, расскажет наш корреспондент. Тариф на электроэнергию планировалось изменить еще в марте. Батыс Энергоресурсы просили увеличить его на 5 тенге 93 тиина. По их словам, оснований для этого было немало. В их числе изменение цены на электроэнергию, импортируемую из России. Повышение тарифа с начала года в ТО «Запказрек» к тому же необходимо покрывать убытки прошлых лет и повышать зарплаты сотрудникам. С учетом высказанных мнений и предложений потребителей, представителей общественных организаций и СМИ на публичных слушаниях, а также согласно нормам правил ценообразования общественно-созначимых рынков, приняло решение согласовать единую цену для всех потребителей 23 тенге 57 тиинов за 1 кВт-час без НДС. Что ниже от заявленного проекта тарифа 3,7 тенге. Общая протяженность электросетей сегодня составляет 20 745 километров. При этом уже 82% из них полностью изношены, что регулярно приводит к отключениям. В текущем году планируется заменить 42 километра проводов, около 6 тысяч бетонных опор, а также провести капитальный ремонт некоторых подстанций. Кроме этого, по словам представителей «Запказрек», также имеется проблема в нехватке специалистов, что в итоге сказывается на процессе работы. У нас должно быть более 2 тысяч работников, но из-за низкой заработной платы их всего 1456. По этой же причине есть дефицит хороших специалистов. Они не хотят идти в эту сферу. Что касается замены электролиний, эти работы мы планируем провести в течение трех лет. Общая сумма – 20 миллиардов тенге. Если мы за это время все освоим, то сможем снизить изношенность на 15-18%. Стоит отметить, что нуждающиеся семьи, чьи затраты на коммунальные услуги будут превышать 5% от общего дохода, могут рассчитывать на помощь государству. Кроме этого, пострадавшие от паводка получат отсрочку платежей до трех месяцев и отключения от сетей производиться не будет. Олег Великий, Асланбек Саламатов, Алихан Ясказиев, Акжай, Какпарат.